Украинская морская партия Сергея Кивалова мгновенно отреагировала на незаконное решение горосбиркома о недопуске представителей партии к участию в выборах в горсовет и подала иск в Одесский окружной административный суд. Сейчас мы обращаемся в административный суд, подготовили иск, подали об отмене этого неправомерного решения и мы уверены в нашей победе. То есть здесь изложены все наши доводы о том, что решение, которое было принято территориальной комиссией, которая не заслушала все наши доводы, которая не рассмотрела заявление, которое мы подавали. То есть комиссия, которая должна регулировать и смотреть за тем, чтобы выборы проходили демократично, чтобы всем политическим силам дать возможность, чтобы за них голосовали люди. Она взяла на себя то, что в самом начале она нас сняла с выборов. Напомним, 29 сентября активисты и сторонники Украинской морской партии провели перед зданием территориальной избирательной комиссии митинг против незаконного решения о недопуске представителей полицилы к выборам в горсовет. В решении Одесского избиркома Украинская морская партия видит предвзятость и политическую зависимость от партии городского головы, который напуган тем, что его полицила, доверяя делам, теряет рейтинги и дает команду избиркому убрать таким образом конкурентов. Ведь по данным последних опросов, проведенных социологами Киевского центра реформы развития совместно с ведущими одесскими университетами, Украинская морская партия уверенно проходит в городской совет. А на первое место в предвыборной гонке за кресло городского головы вышел лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Рейтинг действующего мэра Труханова стремительно падает. Напомним, кандидаты Украинской морской партии Сергея Кивалова подали документы еще 23 сентября, а рассматривать их начали в самый последний момент – 28 сентября в 22.32, то есть когда уже уходили пятые сутки, предусмотренные законодательством. Для сравнения, партия Одесского городского головы доверяя делам подала документы 20 сентября, а уже 21 сентября они были рассмотрены. 27 сентября Украинская морская партия получила сообщение от горы сберкома о неточностях и технических ошибках в автобиографических данных пяти кандидатов и оперативно их исправила. Никаких сведений о нарушении гендерной квоты комиссия не заметила. А 28 сентября, когда в комиссию были направлены заявления двух членов Украинской морской партии об отзыве их документов, что позволило бы соблюсти гендерную квоту, секретарь комиссии эти заявления приняла, но они не были рассмотрены на заседании. Кроме заявления в суд и правоохранительные органы, Украинская морская партия Сергея Кивалова обратилась в ЦИК с заявлением о необходимости срочной замены головы секретаря Одесской городской территориальной избирательной комиссии, а также направилось заявление в СБУ о деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии, одна из которых приехала в Одессу на заработки из Киева, а вторая возглавляет коммунальное учреждение города и подчиняется непосредственно мэру Труханову.